Добрый вечер, Голи. На Беларусь 4 прямой эфир, интерактивный проект, участником которого может стать каждый из вас. Телефон нашей студии 342243. Звоните, присоединяйтесь. Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о наших соседях. У каждого из нас есть соседи. И очень хочется верить, что чаще всего это такие милые, доброжелательные люди, с которыми с удовольствием можно перекинуться парой словечек на лестничной площадке. По крайней мере, так было раньше. Мы знали своих соседей, помогали друг другу. И вспомните, на эту тему есть даже такая замечательная песня про замечательного соседа. Как теперь не веселиться, вспоминайте эти слова, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Кстати, вопрос нашего конкурса сегодня очень простой. Продолжите одну из фраз этой известной советской песни «Наш сосед». Итак, внимание, дорогие друзья, по телефону 34-22-43. Звоните на прямой эфир и, скажем так, пойте в прямом эфире продолжение песни. Внимание, мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет. Продолжите, пожалуйста, эту фразу. Разыгрываем сегодня пригласительный билет в картинную галерею Гавриила Ващенко. Звоните в студию, пишите в вайбере, рассказывайте, знаете ли вы своих соседей, какие они. Уверена, что вам есть о чем рассказать в прямом эфире. А я пока представлю гостей в студии. Итак, дорогие друзья, сегодня с нами топ-стилист Ольга Капустина, у которой есть огромный опыт общения с соседями. Ваши аплодисменты. Давайте поприветствуем Ольгу. Добрый вечер. Я думаю, что Ольга сегодня в течение ближайшего часа поделится подробностями этих взаимоотношений. Психолог Леонора Потапова. Сегодня у нас в гостях. Она расскажет, как наладить отношения с соседями, особенно беспокойными. Это очень актуальная тема. Давайте поприветствуем Леонору. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского госполкома. Это подполковник милиции Андрей Валерьевич Бондарев. Добрый вечер. И старший участковый инспектор милиции Реческого РУВД, капитан милиции Денис Иванович Ковганов. Вот эти вот бравые ребята, я бы так сказала, объяснят нам сегодня популярно, когда можно делать ремонт в квартире. В каких случаях, в принципе, стоит обращаться к участковым. Ну, а музыканты? Группа Глинтвейн, конечно же, удивит нас сегодня своим творчеством. Я представлю ребят, и так у нас в гостях. Антон Купцов, ваши аплодисменты. Сергей Кондратьев, это вот эти вот барабаны, да, все верно. Иван Мурашко и Александр Мурашко. Да, вот для меня было открытием, да, такой семейный подряд. Ну, ребят, добрый вечер. Рада всех видеть в этой студии. Конечно же, вопрос сразу к вам. Как-то кастинг по фамилиям у вас проходит, Антон? Или как? Совершенно случайно. Совершенно случайно так получилось, да? До последнего даже не знал фамилию Саши. И тут вдруг для Вани было такое открытие, что... Да, даже для меня было это открытие. Как Мурашко, еще один Мурашко. Интересно. Ну, вообще, ребят, скажите, вы случайно не из той категории соседей, которые мешают спать вот своей музыкой, репетициями и новыми песнями? Нет, мы культурные соседи. То есть вы дома не репетируете? Ну, под акустическую гитару там же много не пошумишь. И плюс, если занимаемся, то в основном в дневное время суток. Но бывает так, что муза приходит и по ночам. Но тут я уже стараюсь сильно не шуметь. А вот, кстати, Вань, я же знаю, что ты у нас играешь еще на саксофоне. Сколько раз в этой студии ты удивлял нас игрой на саксофоне. Скажи, пожалуйста, дома часто репетируешь? Будешь сойти? Вообще никогда не репетирую дома, потому что саксофон у меня, как правило, на работе. Ну, и на работе и занимаюсь, никому не мешая. То есть вы такие вот эти вот грустные, скучные музыканты, да, с которыми приятно жить рядом. Вот что-то типа этого, да? Ну что ж, спасибо большое, дорогие друзья. Вы знаете, вот что касается меня, то я бы, наверное, не прочь иметь в соседях группу Глинтвин, потому что очень люблю их творчество и предлагаю вот прямо сейчас в него окунуться нам вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кто поволен, кто не поволен, АПЛОДИСМЕНТЫ Чтоб не слышать, не видеть ни качества. А любовь – это то, что важно, Но лишь однажды Дорога тебя ведет К тому, кто ждет. Снова утро нас разбудит Ультром-виолетом Ночь прогонит и посмеется Над нами синей неба Кто по воле, кто не по воле Примеряет чужие роли Наряжает правдой ложь Речи за спиной и ночь А любовь это то, что важно Но лишь однажды Разбивая руки в кровь Покориться ей готов Снова утро нас разбудит Ультром-виолетом Ночь прогонит и посмеется Над нами синей неба Снова утро нас разбудит Ультром-виолетом Ночь прогонит и посмеется Над нами синей неба Снова утро нас разбудит Снова утро нас разбудит Ультром-виолетом Ночь прогонит и посмеется Над нами синей неба Снова утро нас разбудит Ночь прогонит и посмеется Над нами синей неба Друзья, мы продолжаем прямой эфир Вот только что для вас пела группа Глинтвейн Ток по нервам Вот настоящий ток по нервам Кстати, ведой наших Вот так и хочется сказать, ребят Вот когда вас послушаешь А на самом деле Именно так называется конкурс Радио Столица Где эта песня Ток по нервам Если не ошибаюсь Стала Песней какого месяца? Октября Вот-вот, совсем недавно Да Да, я так понимаю Что для вас это событие Или сентября уже По-моему, октября или сентября В любом случае это событие Определенное Когда Однозначно это было осенью Мы только шли К этому участвовали Не первую песню Выставляли туда На конкурс В этом году Осенью нам повезло Ну что ж, спасибо большое Дорогие друзья Я напоминаю, что это прямой эфир У нас есть телефон Есть вайбер Звоните, пишите Рассказывайте нам о своих соседях Сегодня именно такая тема нашей программы И, конечно же, задавайте вопросы Нашим гостям в студии Напоминаю, что мы объявили конкурс Сегодня разыгрываем пригласительный билет В картинную галерею Гаврила Ващенко Для того, чтобы выиграть этот пригласительный билет Сходить в галерею Насладиться действительно, скажем так Удивительными полотнами Которые есть в нашем городе Гомеле Надо позвонить в студию 34-22-43 И ответить на вопрос первого конкурса Итак, напоминаю Надо продолжить Желательно спеть фразу Из известной советской песни Наш сосед Мы с соседями не знали Я, конечно, не очень пою Может, вы поможете? Как там? Мы с соседями не знали И не верили себе Что у нас сосед играет Спокойно, Ваня, подожди секундочку У нас есть телефонный звонок Давай послушаем наших зрителей Добрый вечер Вы в прямом эфире Плохо слышно? Еще раз, пожалуйста Добрый вечер Добрый Добрый Давайте знакомиться Екатерина Ивановна Екатерина Ивановна Вы можете нам сейчас спеть Вот эту известную песню Мы с соседями не знали И не верили себе Что у нас сосед играет На кларнете и трубе Ух ты! Замечательно Ну что ж, спасибо большое Пригласительный билет Ваши эти аплодисменты тоже Если вы еще с нами В прямом эфире Давайте поговорим О ваших соседях Вот можете как-то Их охарактеризовать Повезло вам с соседями Или нет? У меня хорошие соседи очень Так Лариса Георгиевна С сыном С невесткой С ребенком Их Вот с одной стороны С другой стороны Была тетенька Сейчас Айсель Маша Строит Новую квартиру себе Тоте Ремонт делает Новые квартиры Вот Работники Сельмаша Все с ними тоже знакомы На той площадке У нас вообще Очень хорошие Прекрасные люди В нашем доме Но вы знаете Что удивительно Что вы знаете Своих соседей По именам Это вы знаете Сегодня Мне кажется Ну скажем так Не часто встречается Хотя могу ошибаться Вы можете передать Привет своим соседям Пользуясь случаем Обязательно Передаю всем Моим соседям Всему нашему дому Самому лучшему Самому прекрасному Самому Интеллигентному Элегантному Самому доброму Нашим добрым людям Большой привет Крепкого здоровья Счастья Радости Удачи А что за дом А что за дом Какой адрес Назовите Это мы не знаем Проспект космонавтов Проспект космонавтов На Сельмаше Дом 34 На перекрестке стоит Я так понимаю Первый подъезд Да Единственный Единственный Спасибо большое Эти аплодисменты Для вас Но вы знаете Если у нас сегодня Будут о таких соседях Рассказывать То это просто замечательно Ведь на самом деле Ребята Соседи Как говорится Не выбирают Может быть потому Общение с ними Это целое искусство Ольга Сегодня вы в нашей студии Не как стилист А как человек Который за свою жизнь Поменял множество соседей Ну вот расскажите Об этом сами Вы знаете Я родилась в частном секторе Улицы Держинского Эти соседи Со мной вместе Мои подруги Рождались Так скажем Выросли Выросли вместе Мы родились И помним С рождения друг друга Затем я жила В других местах С родителями И например На Советской Мы жили С нашим Белорусским исполнителем Ярмоленкой И Олесей На одной площадке? Нет На этаж Два этажа Разница Но с Олесей Тогда ее звали Ольга тоже Мы ходили и на хор вместе В восьмую школу То есть вы ходили в гости К этим соседям знаменитым Ну мы не ходили Мы учились в одной школе И дружили Но забегали Звонили А можно Олю В турники полазить Такие знаменитые у вас соседи Да было И когда мы Олесю Уже потом увидели на сцене Мы порадовались Что вот За нее То есть вы поменяли много Скажем Разных Соседей И сегодня проживаете В частном секторе Вернулась Там где родилась Вот То есть я так понимаю Что вам есть в принципе С чем сравнить Да Были и съемные квартиры Когда не совсем благополучные Соседи были У которых Или громко музыка звучала А то есть вы считаете Что неблагополучные соседи Это у которых Громко музыка А вы знаете Было страшно Не за музыку А за то Что громкая музыка Вопли детей Визги маленьких 5-6 лет А взрослых не было слышно И мы даже больше За детей переживали Почему взрослые не галдят И с кем будут дети В это время То есть вы так Вот такая заботливая Такая соседка В принципе Ну да И у самой дети Поэтому было страшновато Больше вот за детей Наверное Были какие-то интересные Может быть такие Неожиданные Вот истории Связанные Связанные с соседями Ну были Даже вызывали Участкового О чем вы говорите Это уже Это в квартире Или все-таки Нет Это уже было В частном доме Когда мы вернулись Так скажем На родину И хотели Реконструировать дом Менять забор И были несогласия Наших соседей И поступали звонки Запорчивали Подождите Давайте разберемся То есть Соседи были несогласны С местом Где вы хотите поставить забор Все правильно Известная Мне кажется Такая известная Типичная ситуация И как все решилось Ну решилось Мы были уверены В своих Так скажем Метрах Поэтому мы его ставили Соседка очень Звонила Кричала Ругалась Препятствовала Работникам Мы на работу Работники боятся Милиция И так далее Были запугивания В итоге мы приняли Решение сами Вызвать участкового Чтобы он прояснил ситуацию Правы мы Или не правы Потому что шло Моральное давление Пусть без оскорблений Без ущерба материального Но шло Моральное давление Сколько времени Эта история продолжалась Неприятно Я думаю Наверное Около месяца У нас была задержка В строительстве Ольга Скажите А сегодня Вы с этими соседями Поддерживаете отношения Здороваетесь Когда встречаетесь Именно с этой соседкой Нет Во-первых На этом участке Жила другая бабушка В свое время С которой мы мило дружили В детстве Когда я была маленькая А она так скажем Не так давно Именно в этом доме И поэтому я приняла решение С такой Ну с негативом С скандалистами Не общаться И честно сказать Даже не здороваюсь Потому что Ну столько негатива Не хочется к себе Лукавить Компромиссы искать Если человек Показался С нехорошей стороны Давайте мы спросим У психолога Людмила А как Такие ситуации Встречаются Мне кажется Сплошь и рядом А как на самом деле Себя вести Стоит ли Ну как бы Уйти в сторону И перестать общаться С таким соседом Или все-таки Попытаться наладить Вот эти самые Вообще нужно понимать Что каждый человек Живет в своем собственном мире Да Со своими Собственными устоями Если уже действительно Затянулась такая Какая-то ситуация Неразрешенная Где ну невозможно Ну никак найти компромиссы Да Как бы не пытались Не старались Вот конечно Лучше тогда Сохранять какое-то Нейтральное такое поведение И лишний раз Не впадать Какие-то эмоции И не лезть на рожон Не лезть на рожон То есть Ольга В принципе поступила Вот С твоей точки зрения Правильно Дорогие друзья Сообщение в Вайбере От вас приходит Алексей сообщает нам Что у его соседей Собака громко лает Я так понимаю Это то что Ну то что называется Соседями Да Или тот кто Называется соседями Дальше Анна Соседи у Анны тихие Она считает Что это очень хорошо Роман сообщает нам Что шумные дети За стенкой Это хуже чем Мужик с перфоратором Роман Спасибо за такое Откровенное сообщение Влад говорит Что он не знает Своих соседей И знать не хочет А вот еще одного Нашего телезрителя Бесят соседи сверху Чемпионы по курению И бросанию окурков Это добороться невозможно Это должны добороться родители Тех людей Которые там живут А что уже соседи сделают Ну мне кажется Есть еще один вариант Это наши силовые структуры Которые да Четко знают Как себя вести В таких ситуациях Мы вот Чуть позже Об этом обязательно поговорим А ведь на самом деле Вот о чем Соседи разные Подозрительные Дружелюбные Соседи конфликтные Компанийские Бдительные Или безалаберные В общем по-разному Складываются с ними отношения Вот мне интересно Вот это вот сообщение Понравилось Про мужчину с перфоратором Леонора Вообще можно ли Привыкнуть Жить и отдыхать В условиях шума Когда не хочешь Портить отношения С соседом Который ремонтирует квартиру Вот какие варианты Как вообще Привыкнуть к этому Возможно ли Конечно К этому не совсем можно Да Но относиться надо К ремонту К такому Нужному делу Ремонт может случиться У каждого И временному событию Временному Да И конечно К нему надо быть Просто готовым Что такое может быть То есть не бежать уже Когда уже все случилось Да Такое может быть Обговорить с соседом Допустим Если маленькие дети И есть тихий час Придеть к соседу И доброжелательно Совершенно спокойно Без претензий Без ничего Просто попытаться договориться Я вот просто могу Представить себя На этом месте Ты же не сразу идешь Когда начинает Где-то что-то стучать За стенкой Ты же ждешь Что это обязательно Закончится Что пройдет Какой-то промежуток Времени Вот Антон Нет Я бы сказал Что допустим По выходным Я уже даже не ждал Потому что я знаю закон Что в выходные дни Запрещены вообще Какие-то ремонтные работы Как только я услышал Пифоратор Просто поднялся наверх И попросил ребят Чтобы они прекратили И как По соседски Они попросили Просверлить Четыре отверстия Я пошел им навстречу В принципе В будущем У меня тоже предстоит Ремонт И поэтому думаю Что они меня тоже Будут понимать Хотя я в выходные Вряд ли буду работать Ну я так понимаю Вот мы затронули Важную тему Да Которая не до конца Еще всем известна В выходные Работать Нельзя Нельзя Строительная работа В выходные дни Праздничные Запрещены в квартире Суббота Это же считается Таким днем Когда нельзя Ничего делать Конечно То есть надо делать Только в будние дни Строительной работы Когда все находятся На работе И никто друг другу Не мешает Все верно? Абсолютно верно Ну вы знаете Каждый по-разному Относится к своим соседям Вот Николай Наш телезритель Сообщает нам Что он Проучил однажды Своих громких соседей Весь вечер Музыка играла Слишком громко И это подействовалось Считает Николай Мне кажется Такая знаете Ответная Ответ такой Одних соседей Другим Конечно же У вас были Ольга Наверное Тоже такие ситуации Да Расскажите нам Тоже ужасно На своем квартире Была громкая музыка В течение дня Вечера Ну просто Хотелось тишины Если не ошибаюсь Это был День Пасхи И хотелось уйти Конечно в гости Пораньше Хотя гости были назначены На час дня Или двенадцать Я пыталась Жизнь молодая Еще была Не совсем выдержанная Я брала колонки И в ответ Там другую музыку Громкую Включала Думала переглушить Я думаю Что вряд ли Мне что-то удалось А почему Янура Почему такие вот Способы не действуют Учить соседей Почему не выйти на площадку И просто не выключить Еще в щитке Такие добрые соседи Я хотела с кумором вроде бы Кто громче Посоревноваться Сразу бы там Все было спокойно А потом мы не справились И просто ушли раньше в гости Вот и все Ильяна Почему не работают Такие способы Соседи Наверное Становятся злее Друг к другу После таких историй Становятся злее Появляется агрессия Появляются излишние эмоции И тогда уже Они могут просто Перехлестнуть Все Все нормальные Какие-то действия Да И чуть ли не дойти До какого-то хулиганства До разбивания стекол И всего остального Поэтому Лучше всего сохранять Все-таки Какое-то хладнокровие Да Не идти с эмоциями Разбираться А подумать Что в этой ситуации Можно сделать Без каких-то потерь Да Вот Обратиться к участковому Тоже можно Если допустим Муж учащий Как значит Вот этого Традиционного способа Постучать Бо батареи Вам приходилось Когда-нибудь С этим сталкиваться Да Мы спокойно Без эмоций Постарубильник Раз Вот я же говорю Да Очень по-доброму Не страшно Лезть в рубильник Ну тоже можно Ну что ж Дорогие друзья Есть одно сообщение От Антона Он считает Вот по его мнению Среди самых Распространенных Разновидностей Соседи Жизнь с которыми Просто настоящая мука Это маньяк телевизора Ругательная семейка И соседи Которые делают ремонт Как видите Вот соседи Которые делают ремонт Ну по крайней мере Вот скажем В топе наших телезрителей Пока вот Наши сообщения На первом месте Андрей Валерьевич Денис Иванович Вот что можно Чего нельзя делать соседям Вот есть какие-то вообще ограничения По шуму Курению Вот громкой музыки Ну мы уже Выяснили Что ремонт По выходным делать нельзя И вечерами тоже Расскажите нам еще В случае подведомственность Лицом ведущим Административный процесс Является Женщико-коммунальное хозяйство Если Такие сообщения Попадают Ну как правило Не попадают Поступают В органы внутренних дел По итогам Проведенной проверки Соответствующий материал проверки Мы направляем Лицом Уполномоченному Рассматривать Данное административное Правонарушение Ну и человек Естественно Будет привлечен К ответственности За свои действия А что это за ответственность? Это административная Ответственность Какая вот В цифрах? В цифрах Это до 30 базовых личин Часто подобные А вот составляют Подобные акты И такие наказания Сегодня? Да Достаточно часто Это приходится Ну естественно Различные ситуации То есть Это может быть Как уже было сказано Что это кто-то работает Перфоратором вечером Кто-то громко музыку слушает А может просто Кто-то ругается Ну здесь еще также есть И разграничения Как было сказано Уже по времени По месту И по составу Административного Правонарушения Которое может Совершить Владелец квартиры Житель квартиры Который там Занимается Противоправными действиями А что вот вы можете Посоветовать Тем соседям У которых за стеной Идет ремонт И вроде бы Как бы и понимаем Что ремонт Но вот это вот Начинает Самого иногда Так же как и тот Перфоратор Вот что посоветуете Как себя вести В такой ситуации Посоветовать что-то Сложно Ну естественно Посоветовать найти Точку соприкосновения С соседями Как было уже Такое обращение Было сказано раньше Что каждому из нас Происходится Рано или поздно Делать ремонт в квартире И каждый из нас Работает И у них всегда У него есть возможность Это сделать В будний день В свой отпуск Приходится где-то Что-то Полочку повесить И это В выходной день То есть Поэтому нужно С соседями Как-то находить Общий язык Ну если уже Конечно сосед Нельзя с ним найти Общий язык Тогда Тут уже уступает Административная Ответственность То есть возможности Административного Законодательства Вот смотрите Ремонт Громкая музыка Какой-нибудь сериал У соседа По телевизору Что еще Шум детей Шум детей И шум детей тоже Да Что еще А если сосед Громко зевает Причем начинает С пяти утра Даже на работе Он может и ночью Подняться Подзевать И утром Элеонур Это случайно Не по твоей теме Вот сейчас И вечером Вот это вот Постоянное его зевание Вот это Нет Антон Мне кажется Это что-то у вас уже Ну вам кажется Не может такого быть Элеонур Нет Я просто даже знаю В какой комнате В этот момент находится Либо на кухне Либо в комнате Вы не пытались С ним подружиться Нет У нас с ним Натянутые отношения Почему? Ну как-то получилось так Что мне нужно было Я прибежал с работы Вот как сказал Подполковник Надо было повесить Полочку вечером И тут тоже Просверлились буквально Четыре отверстия Это ну не знаю Ну десять минут работы Тем более Бывалому человеку Который уже не раз Перфоратор в руках держал Я успел только Просверлить одну И это было время Без пяти семь Так И подбежал уже этот сосед И кричит что Я уже все У меня уже Надо прекращать работу Я говорю Так еще время семи нету И я говорю У меня там осталось Три отверстия просверлились Ну на этом Ничего не закончилось Он там с криками Убежал Он угрожал Что он там вызовет участкового Да вызовет участкового И что у него там Племянник в милиции работает И думаю Господи перекрестился Все иди с Богом Я положил перфоратор И на следующий день Целый день Сверлил четыре дырочки Вот какие добрые соседи У нас в студии Вот обратите внимание Дорогие друзья Давайте разберемся Вот в этой конкретной ситуации Без пяти семь Человек начинает делать ремонт Ведь он не прав Конечно не прав Потому что человек Ну время уже все таки позднее Необходимо соблюдать нормы Не превышающие шум Естественно в квартире Ну и по поводу Как было сказано Зевания У нас да Есть такие факты Когда в квартирах Проживают люди Которые плохо слышат Так Которые включают Громко телевизор Чтобы посмотреть Но они Своим поведением Они стараются Ущемить чьи-то права То есть у них Состояние здоровья такое Поэтому тоже Нужно к этим людям Относиться Ну с пониманием Да Если вы не можете Ну найти общий язык Со своим соседом То есть как бы он Там Как говорится Громко зевает То есть ну Тут надо уже что-то думать Я не знаю Ну вот смотрите Если честно Я как бы уже адаптировался И сказал что Боже мой Ну зевай себе на здоровье Антон По крайней мере Когда я играю на гитаре По вечерам Он не приходит И не горячит Что я там Значит нравится Вот нравится Хорошо играете Понимаете А вот смотрите Помните в американских фильмах Да Есть вот эта известная Такая традиция Как только появляется Новый сосед Соседочка Обязательно красавица Вот с такой вот тарелочкой С пирожком Встречает его Слушайте Может вам так со своим Зевающим Соседом поступить Ну мужчина найдет Какой-нибудь другой набор Продуктов Обязательно Только не пересоли Да Только не пересоли Ну что ж Дорогие друзья Напоминаю Что это прямой эфир На Беларусь 4 Сегодня мы говорим О соседях Вот как видите Соседи разные Есть у каждого из нас Уточню Разные Разные И нам иногда кажется Что это сосед Не прав А так разберешься Так вроде бы И мы делаем тоже Что-то не то Ну в принципе Разобраться В этом конечно же Помогают какие-то Нормативы Закон Который установлен Для всех И в принципе Об этом мы поговорим Далее в нашей программе Есть несколько сообщений От наших зрителей Дорогие друзья Вы тоже можете Присоединяться К нашему разговору 34 22 43 Телефон прямого эфира Звоните пожалуйста Анна сообщает Что соседи у нее чудесные Всегда помогут И передают привет Александру и Кириллу Савастьяновым Из речице Соседям А мы Вы знаете Анна присоединяемся К этому привету И вот эти вот Аплодисменты Тоже для Ваших соседей Влад Наш телезритель сообщает Что он не знает Своих соседей И знать не хочет Виктор Ну скажем так Соседей говорит У него нет И жизнь потому прекрасна Вот Леонора Вот меня пугают Подобные сообщения Вот смотри Получается что Для многих Из нас сегодня И вообще не нужны Где-то в поле Наверное Нет понимаешь Они вообще кажется Не нужны эти отношения Живые я имею ввиду Да вот мы там В социальных сетях На телефонах Да Сидим общаемся Так может быть Действительно Это вот общение Такое лишнее Совсем сегодня Может и не надо Эти отношения с соседями Главное не замуровывать двери Если мы в соцсетях сидим Ну чтобы уже не выходить Никуда не на площадку Вот видишь да Вот видишь Соседи из чувства Наверное Собственной безопасности Даже неплохо было бы их знать Соседи это те люди Которые окружают нас И наверное Физически ближе Чем многие родные Они находятся Сверху Снизу Со всех сторон То есть Очень важно знать Вообще Кто рядом с вами живет И какие у него привычки Вот например Сосед перестал зевать Я думаю Что Антона Но это насторожит Я уж даже не шучу Но мне кажется Сначала обрадуется А потом испугается Потому что это Все таки уже как близкий человек Такой определенный Ну и так первое Это безопасность Так что еще Нам необходимо Дружить с соседями Знать действительно Вот какие-то моменты Что еще Ну здесь может быть Много различных То есть каждый Здесь присутствующий Можно сказать Для чего надо дружить с соседями Ну для нас конечно Это безопасность Как было в многих фильмах Попросить соли Попросить соли Попросить какую-то помощь Элементарную При переезде Там что-то вынести Ну или самое Простое Бывает такое Что необходимо Вызвать экстренную помощь А это помочь может В этом только сосед До которого Ближе всех находится У кого есть телефон Потому что мало Всяких случаев В жизни бывает И телефон не работает И телефона нет с собой Мобильного То есть с соседями Нужно дружить С соседями нужно дружить Дорогие друзья Вот как это сделать Мы поговорим Сразу после рекламы Напоминаю На Беларусь 4 Прямой эфир 34 22 43 Телефон в студии Звоните Дорогие друзья В прямом эфире Добрый вечер Гомель Сегодня говорим О соседях Знаете ли вы Своих соседей Какие они Звоните в студию 34 22 43 Рассказывайте Свои истории В Абере И конечно участвуйте В нашем конкурсе Сегодня мы разыгрываем Также пригласительный билет Во дворец Румянцевых и Паскевич На уникальную выставку 829 дней Это действительно Очень интересная Фотоистория Жизни оккупированного Гомеля И поверьте Это очень актуально Накануне 75-летия Освобождения Нашего областного центра От немецко-фашистских Захватчиков И вот чтобы попасть На эту выставку Я предлагаю вам Ответить на вопрос Нашего конкурса Каким видом спорта Занимался милиционер Дядя Степа Персонаж Советского писателя Сергея Михалкова Из одновенного Стихотворения Для детей Так 34-22-43 Повторяю вопрос Каким видом спорта Занимался милиционер Дядя Степа Персонаж Сергея Михалкова Мне подсказывают Что у нас есть Телефонный звонок Я не думаю Что это ответ На вопрос конкурса Но попробуем Узнать сейчас Добрый вечер Вы в прямом эфире Добрый вечер Добрый вечер Как вас зовут? Меня зовут Лина Антоновна Слушаем вас Лина Антоновна Вы нам позвонили Рассказать какую-то историю Про соседей Или задать вопрос Не только историю Это история Можно сказать На протяжении Всей моей жизни Так Эту квартиру Мы получили Когда мне было Всего лишь 23 года Сейчас мне уже 58 И все эти годы Я живу Со своими соседями За что несказанно Благодарна И своим соседям И что вот так вот Получилось Понимаете Что хорошие соседи Это даже Наверное Лучше Чем родственники Потому что Родственники где? Родственники где-то В другом городе В другом районе А соседи рядом Всегда рядом Да Они всегда рядом Они всегда придут на помощь Принесут таблетку Еще что-то Если срочно надо выскочить Посмотрят за ребенком Это Понимаете Это большое счастье Жить в ладу Со своими соседями Спасибо Я очень благодарна Спасибо Я могу назвать Да Назовите обязательно Мои дорогие соседи Это Васильева Людмила Сергеевна И Юрий Николаевич Это Маевская Таития Николаевна Вот Так что 34 года Прости Мы живем Рядом И за все это время У нас не было Никаких конфликтов Замечательно Спасибо Дай бог нам прожить Еще очень долго С ними рядом И могу ответить На вопрос Про ваш Да Давайте попробуем Поучаствовать в конкурсе Итак Давайте напомню вопрос Каким видом спорта Занимался Милиционер Дядя Стюпа Конька обежна Правильно Вот эти аплодисменты Для вас И пригласительный билет На выставку 829 дней Который сейчас Проходит в Гомельском Дворце Румянцевых и Паскетч Спасибо вам большое Очень так доброжелательно Душевно Прозвучали ваши слова В прямом эфире На Беларусь 4 Спасибо большое Кстати А каким видом спорта Предпочитают заниматься Наши милиционеры Сегодня Денис Иванович Ну как правило Сотрудник милиции Должен быть всегда Физически развит Чтобы выполнять Свои обязанности Это и борьба Вы занимаетесь борьбой? Нет Я как бы сталкиваюсь Мы по специфике Работы занимаемся Самооборонной Ну это Деятельности помогает При задержании Каких-то Правонарушителей А так я занимаюсь Легкой атлетикой А конкобежный спорт Это сегодня уже не так Популярно Это может быть Любительский Какой-то вид спорта Для того, чтобы Для себя физически Не запускать Не потому ли Денис Иванович Вы стали лучшим Сельским участковым В области Кстати, давайте Поаплодируем Потому что такое звание Да Еще надо заслужить Да, спасибо большое Занял первое место В смотре конкурса Лучший участковый Гомельской области Ну смотр конкурса Заключался Вот в чем Да, какие Были там требования Это специфика работы Участковой деятельности Участкового инспектора милиции Это огневая подготовка Это физическая подготовка И связана с медпомощью подготовка А что, нет такого предмета Как там, скажем Психология Как примирить соседей А психология Это Каждый сотрудник Уронового отдела Как бы В своей специфике Психолог Отчасти Он помогает Людям В каких-то ситуациях Жизненных Разобраться Помочь Разрешить Советам То есть без этого Участковому совсем никуда Участковому никуда Без этого Скажите, а вот в чем разница Участкового в городе И участкового в сельской местности Где соседи На ваш взгляд Более дружные Сегодня В многоэтажках Или вот На деревянной Более дружные Как я сталкиваюсь Уже по специфике Работа своей То более дружные Это в сельской местности В сельской местности Большинство людей Которые родились Они там и живут Как бы В основном Это бабушки Дедушки Которые друг друга Всех знают Даже всю деревню Они знают Слушайте, мне кажется Сегодня поссорились Завтра помирились Да? Мне кажется Там такие вот приблизительные Они да В другом конце Что в деревне происходит Что в этом конце Да, в городе более сложней Почему? Потому что Как правило Мирные люди Ну Не мирные А более взаимопонимающие Это те Которые живут Уже долго в квартирах Которые да Там прожили 40 лет Как вот Званили А которые В многоэтажках Новых Панельных там Домах Они более другого Не знают Стараются Каждый сам себе Замкнутый Какой-то Образ жизни вести Кто-то да Сдруживается Кто-то нет Кто-то конфликтный И вот привозит То есть вы сейчас Конкретно опираетесь На свою практику Да, я только на свою практику Скажите Какие Вот по каким вопросам Чаще всего сегодня Обращаются К участковому Ну Как правило Семейно-бытовых Много вопросов Это да С соседями Конфликты Что происходит Это и конфликты По поводу И строительства И музыки И шума Различного Что проводят Конечно Большинство людей Стараются Решить вопросы Мирным путем И тогда говорится Ну Иногда они доходят Получается Оскорбление Соседей Что приводит К административной Ответственности И даже Доходило до Уголовной ответственности За оскорбление Соседей Даже так Вы такие Тоже вопросы Решаете Вот мне интересно Вань Ты знаешь Своего участкового? Не знаю Честно скажу Так я не могу Тебе завидовать Или как Ты не обращаешься Или принципиально Не обращаешься К участковому? Мне не нужно Как-то было Знать его даже Может хорошо Это Может быть И хорошо А вот на самом деле Есть несколько сообщений От наших зрителей Ольга Сообщает нам Что ее соседи Просто бесят Постоянные пьянки Скандалы Участковый там Прописался А толку Спрашивает Вот как бороться С такими соседями Сил нет Вот что посоветуете Ольге? Ну Посоветовать здесь В данном случае Что-то Очень сложно сказать Почему? Потому что Мы действуем В рамках действующего Законодательства И не всегда Мы можем Помочь Соседям В части От того Чтобы изолировать Эти граждан из квартиры То есть То что они находятся дома Распивают спиртные напитки По месту жительства У нас На данный момент Это не запрещено То что они шумят И мешают Спокойному отдыху Это другой вопрос За это мы Привлекаем Составляем Привлекаем К административной ответственности Но Изолировать Этого человека Из квартиры То есть Чтобы обеспечить Спокойный отдых Соседям Мы не сможем То есть У нас нет таких полномочий Ну Здесь наверное Вступает уже Как бы в правило другое Не шуми там после 11 вечера Да Если даже ты Отмечаешь какой-то праздник Все верно Все верно Ну здесь еще есть Такой один момент Есть возможность Действующего законодательства У наших Скажем так Можно сказать Коллег Это представители ЖКХ Когда За Неоднократное нарушение Правил проживания В жилых помещениях Человека Можно выселить Из жилого помещения То есть Даже если Это Жилое помещение Принадлежит ему На правах Собственности То есть Есть целый порядок Который определяет Как это действовать На каких основаниях Причины И Одним из этих оснований Является Неоднократное Привлечение К административной Ответственности За нарушение Правил пользы Нежными помещениями А вот скажите Если Антон Несколько раз Напишет заявление В милицию На соседа Который Громко Зевает Ну я Конечно Я понимаю Что на уровне Где-то Может быть Какой-то шутки Но на самом деле Вот видите Его это раздражает У него нервная система Начинает расшатываться Грубо говоря Да И вот он написал Несколько таких заявлений Какая будет реакция Ваша В любом случае Сколько бы ни было Сообщений Заявлений Будет проведена проверка То есть Установлены все факты Интересно Как вы будете проверять Соседа Который Соседа проверяет Как зевает Я на телефон запишу Есть много Смехом А на самом деле Есть много В нашей практике У участкового Инспектором Милиции И вообще целого Органа внутренних дел Есть много Возможностей Проверки данных Сообщений Ну Первое начнется с того Что будет опрошен Как сам заявитель Так лицо Которое Громко зевает И соседи По поводу того Мешает это им Или не мешает Чтобы выяснить Мешает ли только Одному заявителю Может Ну как уже было Может быть Другим тоже Может быть Соседу Как-то он воспринимает Что-то не так То есть И такое бывает Потому что Есть у нас соседи Которые пишут Один на другого Хотя Все остальные соседи Которые живут рядом Они не слышат Ни телевизора Ни тот Чихает Зевает Или громко разговаривает Ну есть конечно и обратное То есть Нужно установить Доказать данный факт Что зевание Вашего соседа Оно мешает И создает Повышенный шон Вы понимаете Мы не можем Сдержать улыбку Когда об этом говорим А вы в принципе Очень держитесь серьезно Я вас прекрасно понимаете Вы с этим сталкиваетесь Даже с еще больше Может быть абсурдом На наш взгляд Каждый день А ведь это С одной стороны абсурд А ведь проблема для вас И проблема для милиции Которой приходится Решать вот такие вот ситуации А представляете Какая-то проблема Для соседа Который зевает И сейчас смотрит Нашу передачу И совершенно не понимает Что это о нем Ну может быть Может быть и так В данном случае Здесь как бы Пример такой Живой Который В относительности Может иметь место То есть Когда зевает Ну да Шум какой-то создается Бывают такие факты Когда Человек заявляет О том Что там волны Шумят Гудят И спускают И мешают Спокойно отдыхать Никто не слышит Но человек постоянно Жалуется Были даже такие моменты Когда приглашали специалистов Чтобы замерить уровень шума Расскажите Серьезно? Да Есть у нас такие факты И в принципе В каждом Наверное Регионе И нашей области В каждом В каком-то центре Есть Когда приходят специалисты Подключаем специалистов Для того Чтобы померить шум В квартирах То есть Там холодильник гудит Там где-то Громко Холодильник гудит Да Либо может быть Его разговор Соседа разговор Или в данном случае Зевание соседа Превышает Запрещенное Децибелы шума Которые создают Определенные волны И мешают Спокойному отдыху А теперь вопрос И Каковы действия Устранить? И уже потом На основании Того Что будут проведены Определенные замеры Выносятся Скажем так Вердикт По поводу того Что есть ли состав В его действиях Поставу правонарушения Либо нет Вот вы знаете Вот смешно Пока не становится грустно Вот Элеонора Вот Элеонора Должна сейчас Нам что-то ответить На эту тему Это же стресс Человек испытывает Определенный стресс Соседи даже просто Когда ты с ними Не здороваешься Да, Ольга Но вы видите Вот эту вот Ну скажем Неприятную для вас Женщину Да, вот На протяжении этого времени Наверняка Она портит вам настроение Стресс определенный есть Советы Вот Элеонора Что делать Как нам Быть более терпимыми Друг к другу К людям Которые за стенкой У нас Что посоветуешь Что посоветуешь Ну Понимаешь Что люди разные Есть И вот Живут они по-разному И Есть люди склочные Есть люди Которые постоянно ругаются То есть Они даже питаются Этой энергетикой Лишь бы поругаться С кем-то Так что ты хочешь сказать Не обращать на них внимания Тут надо разбираться Конкретно В каждой ситуации То есть Есть люди С которыми Контингент Людей С которыми Лучше вообще Не иметь никаких коммуникаций Да Это вот Которые Выпивают Ведут там Асоциальный образ жизни Да И тут уже ничего не сделаешь Если только Не сделаешь Тут можно обратиться В милицию Только обращаться в милицию То есть сам ничего не сделаешь И лучше ничего не делать И не лезть Ни на какое рожо Не пытаться воспитывать А вот Есть люди Которым просто не хватает внимания Это наши бабушки Вот могут быть Да Которые вот Чувствуют себя Уделить внимание ты советуешь Надо уделять Не то чтобы сесть уже там По душам разговаривать Да Можно немножко Как-то Уделить внимание Да Мне кажется Если уделить внимание Бабушке Завтра Вас накормят пирожками Обязательно посмотрят Польют вам цветочки При случае Напомнят когда Пришел почтальон Или что-то еще Мне кажется Это прекрасные Такие вот именно Дружеские Такие вот добрые отношения Узнать почему Сосед девает Да Можно и это тоже Посоветим Какого-нибудь Хорошего специалиста А вы знаете Вот Илья сообщает Мне кажется О типичной Для сегодняшнего времени Проблеме Скандал с соседом Из-за парковки автомобиля Не разговариваем уже Пять лет И даже участковый Не помог Ребят Вам известна Такая проблема Ведь парковаться Сегодня очень сложно Кому-нибудь известна Такая проблема Как парковка автомобиля Вот Илья Анора говорит У нас пока Слава Богу В его дворе есть Где-то поставить машину То есть я так понимаю Что данный вопрос Это пока До поры до времени Да А вот действительно Скажите Как себя вести Когда Сосед поставил машину Не там Где ты хотел бы Когда сосед Ведет себя И живет за стенкой Не так Как ты хотел бы Кто-то громко смотрит Кто-то буянит У кого-то праздники Вот как вести себя В таких ситуациях Стоит подойти Что говорит закон об этом Нам стоит постучать В дверь Навлечь на себя Какую-то беду Или все-таки Бежать на помощь Или вызывать все-таки милицию Есть какие-то ограничения Ограничения Ваши правы Ограничений как правило Нету Но нужно смотреть Какая происходит ситуация Если вы знаете Что этот сосед Конфликтный Агрессивный человек То есть Не стоит самому Вмешиваться Пытаться с ним разговаривать Потому что Ваши Бьют кого-то Что делать И крики там Помогите убивают Вот что делать Позвонить в милицию И не идти на помощь Не бежать На помощь идти надо Но нужно соблюдать Меры личной безопасности В первую очередь Потому что Идя на помощь кому-то Может Получиться так Что и человек Станет сам Жертвой Того что происходит Нужно определить Что все-таки Происходит Потому что Они у нас Ну к сожалению На данный момент Присутствуют Такие моменты Когда Те же самые Молодежь Которая играет Или даже уже Достаточно взрослые люди Кричат Просят там Помогите убивать На самом деле Там фактически Ничего не происходит То есть Это просто Какое-то Словесное Да Прилечение внимания Либо словесное Какое-то Это Но Для того чтобы Спрофилактировать Не допустить Того что там происходит Обязательно нужно Конечно Посмотреть Если вы слышите Какие-то Слова помощи Там что-то Вы знаете Может Сколько-то Подвозить информацию Позвонить Сообщить в милицию Ну а если вы видите Все-таки Что вам не справиться С этой ситуацией То есть Ну физически сильнее Там крепче Несколько человек То есть не стоит там Соседей вызывать Из соседних квартир Да Сообщить соседям Конечно можно И нужно сообщить Потому что Когда вы один Вы один Когда с вами кто-то Это уже кто-то И естественно Восприятие того человека Который будет совершать Противоправное действие Это будет уже Абсолютно другое Но в первую очередь Меры личной безопасности Должны А вот скажите Андрей Валерьевич А у нас нет такой службы Которая расскажет Вот случилась какая-то Вот случилась такая ситуация Ты не знаешь Как себя вести Ты звонишь Какую-то службу Там поддержки Говоришь Слушайте у меня тут кричит Кто-то Пускай это будет милицией И тебе медленно И аккуратно расскажут Как себя вести Потому что оценят Хотя бы по телефону Какую-то ситуацию Можно как-то вот так Действовать с милицией Или нет Ну можно действовать Но если вы Ну человек который Слышит что там Шум какой-то происходит Он не знает Что там делать Он конечно да Может обратиться Ему в любом случае По любому сообщению Будет оказана помощь Прибудет сотрудник Для разбирательства Но если Изначально видно Что здесь нет Какого-то правонарушения Либо Здесь нет необходимости Вмешивания Сотрудника В органах внутренних дел То есть Ну Понимаете что Музыка играет Соседний выключит Это можно завтра Обратиться В жилищно-коммунальное хозяйство Для того чтобы Они провели проверку И составили отношения человека Если есть основания Протокол Чтобы не отвлекать Сотрудника органа внутренних дел Каких-то Действительно Необходимых Проверочных мероприятий По тем сообщениям Как вы говорите Где-то кому-то нужна помощь Где-то кто-то Кого-то там бьют Или еще что-то Потому что Выходит на одно сообщение Начинаем проверять Проводить проверку По шуму В это время поступает Еще одно сообщение И нам Естественно Мы В это На следующее Ну По этому сообщению Пытаемся где-то Провести Быстрее Искать возможности Направить на то сообщение Других сотрудников Оторвавных Отполнений А сколько сегодня Вот квартир Денис Иванович Сколько сегодня Квартир Приходится на одного участкового Вот вы сколько Знаете Точно квартир Нету количества Но население В городе На одного участкового От двух с половиной тысяч До трех С половиной тысяч В сельской местности До полутора тысяч Населения На одного участкового Инспектора милиции Еще раз Полторы тысячи Полторы тысячи Населения В сельской местности И которые в принципе Должен знать по именам Где-то тогда Вот приблизительно Какие-то проблемы Где приблизительно Кто живет Да Какие-то проблемы Кому-то Кто постоянно обращается Того знает И по именам И по фамилиям И отчеств Скажите Андрей Васильевич А много ли вообще Сегодня участковых Работает по области И есть ли Среди них женщины Мне кажется Женщины Как-то проще Договориться В каких-то Таких ситуациях Нет? Участковых у нас В принципе Достаточное количество Чтобы можно было Обеспечить выполнение Поставленных задач Ну и женщины Тоже есть Представительницы Женского пола Среди участковых Инспекторов милиции Где-то Может быть В зависимости От периода времени Где-то их больше Где-то меньше Ну есть такое у нас У нас есть Телефонный звонок С нами хотят поговорить Давайте мы Тоже поговорим Добрый вечер Вы в прямом эфире Давайте Познакомимся Значит И меняются квартираны Вот два И какой может быть Там порядок Вот у меня Интересный вопрос Такой Да Интересный вопрос А давайте с вами Познакомимся Вот этот вопрос Пожалуйста Ответь Давайте еще раз Повторим вопрос Обращались Мы в милицию Да Подождите секундочку Давайте я вам задам вопрос Вы попробуйте нам Конкретно рассказать В чем проблема ваша Как вас зовут Александр Петрович Очень приятно Скажите Вы живете С квартирантами На одной Нет Не на квартирантами Наверху У нас квартиранты Наверху живут квартиранты которые, ну, снимают квартиру, да? Да, они постоянно, каждый год там, они меняются, прочее. И какие у вас проблемы? Чем они вам мешают, расскажите нам? Ну, как мешают? Там обычно ремонт уже не был, черт знает, сколько в этой квартире, и постоянно ходят, вот, трещит, и пол трещит, такой вот. А, то есть они тяжело ходят, да, и вам вот это мешает, звук вот этот, да, который они создают? Ну, да, ночью бывает. Ну, как, квартиранты меняются каждый год. Вот, представляете, вот 30 лет мы живем, да, 30 лет, а они-то меняются, приходят, они чихают на все на это, и мы, они временные жильцы. То есть вас беспокоит, что это какие-то временные жильцы, и, в принципе, вы не можете им доверять, и вот такие временные соседи? Ну, как им доверяют, но они временные люди. А скажите, а вот вы обращались в милицию, а с какой просьбой? Что вы хотели? Ну, вот, по ночам у нас было даже вызывали, 2 часа ночи, 3. Ну, не эти квартиранты, вот не сейчас, вот я, а жизненный же вопрос. Я вот, а будущее... Вопрос такой, знаете, довольно риторический, но, в принципе, типичный. Да, 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 это жизненный вопрос. Да, жизненный. Спасибо вам большое за этот звонок. Это вопрос очень типичный для сегодняшнего времени, когда очень много квартир сдаются, особенно посуточная сдача жилья, и многие, да, действительно, вопрос решается, я знаю, на разных уровнях. Что посоветуете в такой ситуации? Ну, как я уже здесь посоветовать, то сложно что-то в данной ситуации, потому что, ну, в первую очередь, посоветовать, даже не посоветовать, а разъяснить, что владельцы квартиры, которые сдают эту квартиру, квартирантам, там, на месяц. Они отвечают, да? Они отвечают, в первую очередь, они отвечают за данное жилье. И им нести ответственность. Если они не обеспечат, ну, в зависимости от того, как они сдают квартиру, на каких договорных условиях с этим человеком, если они не обеспечат поддержание общественного порядка в этой квартире, то есть то, что будет мешать соседям, ну, тогда будут уже приниматься к ним меры не только административного воздействия, то есть за нарушение каких-то правил, но и в том числе они могут быть к ним приняты меры уже другого воздействия, в части лишения лицензии, если это на постоянной основе там лишат. Где-то по поводу вопроса, по поводу договоров у них могло быть. То есть они также несут ответственность. То есть не только те лица, которые снимают, но и те, которые сдают в данном случае, еще несут ответственность за данное действие. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что это прямой эфир. Далее мы расскажем о том, как общие проблемы объединяют соседи и какие традиции появляются в современных дворах. Вот об этом сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Дорогие друзья, наши соседи, какие они? Ну, судя по вашим сообщениям, в вайбере очень разные. Но прежде чем я зачитаю сообщение, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Елена. И хотелось бы, ну, как бы, может, консультацию, может, совет какой-то получить. Соседи в частном доме не очень благоприятные, то есть пьющие. Так. Вот что посоветуют в таком случае? А как это отражает? Вам просто это неприятно видеть или это как-то отражается? Скандалы какие-то появляются? Что происходит? Ну, во-первых, это неприятно видеть. Во-вторых, сборище друзей аналогичного характера. И, ну, как бы, безопасность тоже не на последнем месте здесь стоит от таких соседей в частном доме. Ну, сами понимаете. Вот как можно вообще бороться с такими сгоди соседями? Спасибо большое. Вопрос, по-моему, понятный, конкретный и требует просто вот какого-то четкого ответа. Есть такой ответ? Ну, четкий ответ – это, в первую очередь, если там что-то совершается, проинформировать уроны внутренних дел незамедлительно, чтобы туда вы были разобрались. То есть, если они просто отдыхают и громко кричат до 11 вечера, то, в принципе, ничего сделать нельзя. Ну, даже если не до 11, я просто кричат, потому что это частный сектор. Здесь, как бы, 11, не 11, но они кричат. Может быть, необходимо там наше вмешательство. Ну, и второй совет – связаться, встретиться с вашим участковым, поговорить с ним, рассказать ситуацию, чтобы он смог взять этот адрес на контроль, чтобы он мог туда посетить его на основании информации поступившей, посмотреть, что там происходит. И уже, исходя из конкретной ситуации, что там есть в этой семье, в этом доме, понимать соответствующие меры профилактического воздействия. То есть, прежде всего, найти участкового и обратиться к нему. А, кстати, вот если мы не знаем своего участкового, где его искать, и насколько вообще необходимо иметь какой-то номер телефона своего участкового, знать его в лицо? Ну, каждый сам определяет, насколько ему необходимо знать участкового. Ну, я бы посоветовал, конечно, знать участкового, кто участковый. Получить информацию об участковом можно как на сайте внутреннем ведомстве, на нашем, на сайте администрации района города Гомеля, либо райисполкомов. Также можно обратиться в территориальный орган внутренних дел или ближайший общественный пункт охраны правопорядка. То есть, там всегда подскажут, кто участковый. Не обязательно ходить туда. Сейчас же все звонят. Можно позвонить по телефону, получить информацию, договориться о встрече с участковым, если какие-то вопросы есть. Можно получить также по телефону и какую-то консультацию о тех же самых соседях, о их поведении, о том, какие есть возможности действующего законодательства по поводу принятия мер реагирования, либо воздействия профилактического на тех или иных соседей в той или иной ситуации. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие друзья. Я хочу зачитать сообщение. Не все, конечно же, но некоторые, которые вы написали сегодня в нашей программе. Итак, Стас, соседи затопили в очередной раз. За что же любить таких соседей? Ну, Стас, ну все бывает в жизни. Найдите за что. Алина говорит, что соседи у нее тихие. Правда, пока сезон строительства не начался. Сергей сообщает, что сверху соседей нет, и это просто замечательно, считает наш телезритель. Владислав пишет, сосед снизу замечательный дедуля, выращивает цветы в подъезде, во дворе, а у соседей сверху дети, и этим все сказано. Ну, подождите, Владислав, а разве дети это не те же самые цветы в нашей жизни? Ну, в любом случае, такой вопрос, может быть, это риторический, но с конкретным таким подтекстом. Как наладить? Как наладить хорошее отношение? Ведь такие безобидные ситуации вроде бы, да, мешают нам жить иногда, и мы начинаем ссориться друг с другом. Леонора, как наладить хорошее отношение с соседями, чтобы не прибегать к помощи участковых? Очень важно быть приветливым, всегда улыбаться, всегда здороваться. Быть приветливым, всегда здороваться. Ольга, вот наш психолог советует, может, у вас получится с соседкой так наладить отношения? Еще пол улицы, которая со мной здоровается, улыбается. Вам достаточно. Мы пироги друг к другу носим, да, а другая соседка возле мамы на аэродроме в квартире, мы с ней подружились 6 лет назад, и мы родили, она родила ребенка, я его покрестила, это мой крестник, то есть, в принципе, я дружная соседка. Вы дружите, скажем так, вот одна ситуация такая вот, да, вот немножко выпила из колерии. Ну, которая, да, да, а так, в принципе, да. Ну, вот смотрите, Леонора советует, прежде всего, быть приветливыми всегда с соседями, несмотря ни на что. Дальше. Участвует в собраниях, то есть в общественной вот этой вот жизни соседской. После каких-то оккультуривания общего, да, там можно устроить какой-нибудь пикник, который может там сплотить всех соседей. Вот, звать в гости можно, кого-нибудь на чай. Мне кажется, еще очень хорошо с соседями на лавочке иногда посидеть, пообщаться, почему бы нет, узнать, какие дела идут в подъезде, что происходит новенького, кто куда побежал, кто где, что, кто родился. Но ни в коем случае не сплетничать о соседях и... Ну, взяла все и все сломалось. Сквозь зубы. Ой, зубы не поднимать эту агрессию для того, чтобы не нагнетать вот эту вот атмосферу, да, какого-то соседства, брат. Ну, ведь раньше, раньше были, помните, вот эти елки во дворах, какие-то там совместные катания с соседями. У нас на нашей улице Дзержинского старшие, так скажем, подружки, соседки, они целые драмтеатры устраивали. На улице. Маленькие пели песни, декорации родители делали. Спасибо, хороший совет. Дорогие друзья, кстати, сегодня тоже очень много примеров, на самом деле, когда соседи объединяются, ну, например, при строительстве нового дома или при строительстве детской площадки. И вы знаете, зачастую такую инициативу в последнее время берет в свои руки, ну, для кого-то новая, в принципе, организация, не совсем известная, которую в народе называют КТОС, комитет территориального общественного самоуправления. Так вот, подобные территории добрососедства становятся очень доброй традицией. У гомельчан, согласитесь, все-таки, вот такие вот совместные какие-то там субботники, грандиозные проекты по благоустройству, это все-таки яркий пример того, как общее дело, оно не только объединяет людей, оно еще способно менять все-таки отношение к самому себе и, конечно же, к соседям. Мне очень хотелось бы закончить эту программу советами от группы Глинтвейн. Ребят, как вы считаете, как сохранить добрые соседские отношения? Есть такой советский добрый мультик про Катали Апольда, где он постоянно твердил, ребята, давайте жить дружно. Аплодисменты, мне кажется, должны быть в этом месте. Ну что же, а мне кажется, что еще очень хорошо объединяет хорошая музыка. Группа Глинтвейн этим вечером дарит нам вот это чудесное настроение. Если, ребят, вы не против, давайте эту песню посвятим всем соседям. Согласны? Ну что ж, это была программа «Добрый вечер, гомель». Прощаюсь с вами и до новых встреч в прямом эфире. Ты не даешь мне спать Мысли о тебе Как проклятий Мне тяжело дышать Если рядом нет тебя Солнце светит зря Ведь не хочет память верить И не хочет память знать Что в реальность дверь закрыта И ключи не отыскать К тебе В огне Душе моей сгорать Душе моей пылать Звездою падшую в небе Умирать В своем полете Негодом В одиночестве черном Бесполезно мечтать Что все осталось как прежде Надо только набрать Твой номер спасения Или я стану тенью На стенах жизни мелькать Как мне сойти с ума Если в каждом новом дне Твое отражение Кто Исцелит меня Если ты доктор мой И лечение Ведь не хочет память верить И не хочет память знать Что в реальность дверь закрыта И ключи не отыскать К тебе В огне Душе моей сгорать Душе моей пылать Звездою падшую в небе Умирать В своем полете Негодом В одиночестве черном Бесполезно мечтать Что все осталось как прежде Надо только набрать Твой номер спасения Или я стану тенью На стенах жизни мелькать Душе моей пылать Если не хочет память верить И не хочет память знать Что в реальность дверь закрыта И ключи не отыскать К тебе В огне Душе моей сгорать Душе моей пылать Душе моей пылать Звездою падшую в небе Умирать В своем полете Недолго В одиночестве черном Бесполезно мечтать Что все осталось как прежде Надо только набрать Более номер спасения Или я стану тенью На стенах жизни мелькать На стенах жизни мелькать На стенах жизни мелькать Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok